Мы на этом видео с вами, как всегда, сделаем викторину, да, разные вопросы к недельной главе Мишпатим. И в этой главе много можно простых вопросов задавать, знаете, когда-то был математический журнал «Квант для младших школьников» у них была секция. Так, ученики моей мамы, когда скажут, что нужно назвать это «Квантом для младших научных сотрудников». Так вот здесь, значит, Тора для младших школьников, да, простые вопросы, здесь можно очень легко спрашивать множество вопросов, просто открываете в любом месте эту главу, тут много очень заповедей, и спрашиваете, какой закон, какая заповедь в такой ситуации. Я приведу один пример на базе заповеди, когда человек украл, сколько нужно платить. Так вот, Тора говорит, что в случае, если украл барана или быка, в некоторых ситуациях нужно платить во много раз больше. В каких? Тора описывает, что нужно платить, если украл и продал, или украл и зарезал. В этих случаях нужно платить во много раз больше. Во сколько? Да, опять же, это все в Торе написано, ребенок может найти это и посмотреть, если сам не помнит, что в случае быка нужно платить во сколько раз больше? В случае быка платят в пять раз больше. А в случае барана в четыре раза больше, если зарезал или продал. А если просто украл во сколько раз больше нужно платить? Тогда в два раза больше нужно только платить. И так же, если украл какие-то другие животные, нужно платить только в два раза больше, если потом перепродал. А что если украл козла? Интересно, что слово сэ в Торе, его переводят как баран для простоты, на самом деле он значит барана или козла. По-русски нет такого слова, которое значит и то и другое. Мелко рогатый кошерный скот. Есть только два домашних животных, которые кошерные и мелкие, это бараны и козлы. И одно крупное, это, конечно, быки, коровы-быки, это одна порода. Всего есть три породы домашних кошерных животных. Быки это крупный рогатый скот, и бараны и козлы мелкие. Так вот Тора называет сэ или цон, стада мелкого рогатого скота. Поэтому козлу относятся такой же закон, как барана. Кстати, а почему вообще за барана платят меньше, только в четыре раза больше, а за быка в пять раз больше? Тут уже Талмуд эти вопросы задает, сама Тора нам не объясняет причины на заповеди, как правило, но опять же дети могут пытаться использовать свое воображение, чтобы какие-то ответы дать. Один простой ответ, например, что бык, он нужен был еще и для того, чтобы пахать на нем, да, это очень большая потеря для хозяина, что у него украли быка, потому что он теперь и поле обрабатывать не может. Это как сегодня человеку, которому нужна машина для работы, у него украли машину. Не только вопрос финансовой потери, но еще и что все это время он должен теперь искать кого-то, кто подвезет или брать такси, это были дополнительные потери. Бык был очень нужен для фермеров, гораздо больше, чем баран. Есть другие объяснения. Есть объяснения, что легче украсть быка, что они пасутся обычно менее скучно, да, отдельно, и пастуху труднее за ними следить, а бараны, они все стадо вместе пасутся. Поэтому чем легче украсть, тем больше должно быть наказание за кражу. А почему вообще, если украл и продал, дороже, больше нужно платить, чем если просто украл? И, да, если украл и зарезал, или украл и продал, платят больше. Почему? Опять же, логика в том, что обычно воры пытаются как можно быстрее отделаться от ворованного, либо зарезать, либо продать, да, поэтому логично, что их наказывают больше за это, чем если он просто украл, вот, продолжает грешить, так сказать, украл, еще и продал, вот. И, кстати, а если вор сам признался, что он украл, нужно платить? Ответ, что нет. Это, видимо, чтобы людям, если они согрешили, хотелось сделать шуву, что таким образом им не придется платить штраф, не просто вернуть украденное. Окей, вот это вот все, я по отношению только к одной заповеди, видите, сколько можно вопросов разных задавать. Получается, что если украл что-либо, кроме кошерных животных домашних, то даже если продал, платить не нужно во много раз больше, только в два раза больше, как за любую кражу. Почему? Логика, видимо, в том, что так как закон одинаковый при продаже и при... Если зарезал, но режут только кошерных животных, никто не будет режать осла, например. Поэтому тогда и закражу и продажу. Осла не было сделано, хотя Тора не сделал особый закон. Так что если украл осла, неважно, продал или не продал, закон такой, что платят штоков в два раза больше. Итак, кроме вот примеров, которые я привел, как я сказал, можно простые вопросы на любую заповедь здесь собрать, сколько хочешь. Такие же вот детали переспрашивать у детей. Теперь несколько более интересных вопросов. В каком месте в нашей главе есть выражение слова «ло» через «ламид алэф», то есть значит «не» или «нет» написано, а считается, как будто написано «ламид вав». У нас в произношении нету сегодня разницы, но значит, во всяком случае, в «кри» есть «кри» и «ктив», да, письменный вариант и устный вариант. В некоторых словах есть различие. Так вот «кри» здесь «ло» ламид вав – «ему», а записанный вариант «ло» ламид алэф – «не». Ответ-то в начале главы, когда описывается про девушку, которую отдают, как есть такая митсва, «йуд», что называется. Это если, знаете, в те времена бывало, люди были абсолютно нищие, им нечем было кормить семью. И бывало, что они себя могли продать, например, в рабство, потому что что им оставалось? Так лучше было, чем умирать с голоду. Опять же, рабство – это не совсем то, что у нас представляется в воображении, да, как рабы, например, на юге в Америке, или как рабы были там в разных странах в разные времена. Рабы здесь – это, скорее, работник, который не может посередине работы бросить свою работу. Вся разница основная между эвет, еври и наемным работником, что наемный работник может передумать, а эвет и еври, он должен 6 лет отработать. Но в остальном у него привилегии очень большие, у еврейского, так сказать, эвета. У него такие есть привилегии, которые не снились даже часто обычному работнику. Например, хозяин, если пьет, говорит, если хозяин пьет старое вино, то он не может работнику давать низкого качества. Но свежее вино, которое не успело достаточно отстояться в бочках, чтобы быть вкусным. Представляете, мало того, что вино дает своему рабу, но он должен дать ему вино такого же качества, как себе самому. Или, скажем, если у хозяина всего одна подушка, он не должен сам спать на подушке, а своему слуге, еврейскому, дать спать без подушки. Он должен эту подушку отдать слуге. Так что получается, что это не совсем слуга, а не то, что мы называем сегодня рабом. Это скорее человек, который по разным причинам, либо за нищеты, либо еще был вариант, когда продавали в рабство. Если человек проворовался и не может теперь выплатить, он украл, допустим, животное, уже съел, то теперь ему за это тоже его продавали в рабство, но только на 6 лет. И получается, что это в общем... И потом еще давали ему много компенсаций, когда он выходил, чтобы начать жизнь заново. Так что не так уж и плохо было быть еврейским рабом. Он не совсем раб был. Но в любом случае из-за ситуации, которая тогда была, из-за того, что были действительно нищие люди, которым не было возможности прокормить семью, а социальных пособий тогда не существовало, и общество бывало, что тоже было бедным и не могло всех бедняков прокормить, то люди иногда продавали себя в рабство. Так вот, бывало, что то же самое делали с дочкой. И тогда вариант был идеальный, что она выйдет замуж, на самом деле, за своего хозяина. То есть это не совсем была продажа в рабство, а скорее это был вариант, когда хозяин посмотрит, если она ему понравится, он возьмет ее в жены. И вот это вот слово ло-и-ада, если она ему суждена, ло через вав, имеется в виду, она ему суждена, она для него приготовлена, что в идеале он сделает митву и возьмет ее в жены. Это, конечно, для нее хорошо, для женщины, девочки, которой нечего есть было в доме отца, хотя бы она, конечно, лучше жениться по любви, но когда нечего есть, то особого выбора не было, и лучше уж выйти замуж за человека, который богатый, во всяком случае, будет окормить. Такая была ситуация, так люди жили к несчастью. И, во всяком случае, ло-и-ада написана через вав, что в идеале он ее возьмет, которое ему предназначено, так можно перевести. А вот, подсказывается, да, записанным вариантом, ло-и-ада не возьмет, если она ему не понравится, он не возьмет, тогда он ее отпускает, или когда закончился ее срок работы через 6 лет, или когда она стала взрослой, или если ее кто-то выкупит, в всяком случае, ло-и-ада не возьмет ее, через а-алев, ло-и-адалев не возьмет. Есть только 3 места во всем хумаше, в 5 книжьях, где написано лам-и-адалев и читается лам-и-дваф. В других местах Танаха бывает и наоборот. В хумаше нет такого, что было написано лам-и-дваф, читался лам-и-дваф. Но в других местах Танаха такое тоже есть. А вот вам еще интересный вопрос. Где написано вообще запрет на лошен-харан, на сплетни? В главе Кедошин, да, это еще одна глава, где очень много разных заповедей, но здесь, в нашей главе Мишпатим, больше заповедей все-таки связаны именно с судами Мишпатим, да, тут много очень вопросов имущественного, да, порчи чужого имущества или кражи, вот такие законы, да, судей. Большая часть законов здесь такие, да, это Баба Кам и Баба Мицей из Талмуда в основном занимаются этими законами. А в Кедошин там больше разных типов законов. Так вот, в Кедошин то, что написано, там, кстати, это заповедь «Любить ближнего сон, как самого себя», и вот там написано заповедь «Не будь рахиль биомеха», «Не ходи сплетником в своем народе». А где в нашей главе написано заповедь, которую обычно трактуют как запрет слушать сплетни? Слушать лошен-хара. Ответ, что в главе 23, первый стих, сказано «Лоти Саши Амашав». Можно это перевести «Не внимай ложной молве». То есть «Не слушай лошен-хара», фактически, «Не слушай сплетни». Есть, кстати, комментарии, которые считают, что здесь включается запрет как раз «Не говори сплетни» тоже. Ну, может быть, и то, и другое, верно. Что «Не приводи к сплетням, не говори их и не слушай их». А еще вопрос. Где в нашей главе используется своего рода рифма или симметрия, или аммонимы, когда два слова, да, с разными значениями, но похоже пишутся и похожий корень имеют, может быть, в одном стихе или в двух стихах подряд. Вообще вся наша глава, она написана в полустихотворной форме такой, чтобы легко запоминалась. Это как бы «Роши и Праким», это не то, что все законы здесь, это законы, которые только вкратце описаны, как всегда в письменной теории, а потом уже Талмуд это все подробно обсуждает. Но, во всяком случае, она легко запоминается, глава. Она написана именно вот как, знаете, как стихи. Иногда четверостища своего рода. Вики, да, а если так, а если так, а если так. Очень все красиво и симметрично. Но вот как минимум в двух местах я вижу здесь используется именно симметрия похожих слов, да, аммонимов, или как говорят, лошон, ла-нафеля, лошон, синонимов, может быть, или рифмы, да, лошон, нафеля, лошон, это рифма вообще. Есть такое, шмотанирдафим, это синонимы. Здесь не синонимы, здесь рифма. Так вот, я вижу, как минимум в двух местах такой используется способ. Вот Ибнезра подчеркивает в главе 22, четвертый стих, описывается про имущество, которое, да, там разные виды ущербов, имущества. Так вот, вариант, который описывается здесь, это когда животное идет и поедает грядки, поедает на чужом поле. Написано, шалах от биеро, да, у биер без де ахер. Биеро здесь вот животное, которое, биер, да, уничтожает, съедает чужие грядки. Это то, что тому называют шен. Один из видов ущерба, это дзуб дословно. А другой стих, следующий, 22 глава, 5 стих, использует те же выражения для сжигания. Хамавир эт хабейра. Да, тот, кто сжег чужое поле, да, или солому там, или еду какую-то, да, уже растения, допустим, фрукты, овощи выросли, и он поджег и принялся ущерб. Даже если не специально, он, допустим, в своем поле хотел сделать костер, и перекинулся огонь, и чужое поле пожрал. То используются такие же слова. Ибнезер подчеркивает, что это не случайно, а это именно специально вот выражение, такие лаконичные выражения, которые используют. Второй пример, мне кажется, это в 23 главе, второй стих, там такое выражение есть. Есть диспут, точно что оно значит. Общий смысл не идти за большинством, когда они делают плохое, но в других вещах все идет за большинством. Например, решение суда тоже тому трактует, и решается большинством невозможно всегда ожидать, что все судьи согласятся. Так вот, используется такое выражение «Вилот ане аль рив линтот, а харе рабим лихатот». Да, выглядит как сворода рифма, и тоже пример лаконичного выражения. Линтот лихатот. Вопрос. В каком месте в нашей главе используется слово «элэ ким», но есть диспут, значит ли это Всевышний, или имеется в виду «судьи»? Тоже могут значиться, это также написано. Есть диспут для наших мудрецов, что это слово значит. Ответ в 23 главе, 27 стих есть такое. Не проклинай «элэ ким». Некоторые говорят, что имеется в виду Всевышнего, а некоторые говорят по контексту, там, дальше говорится, про наси, некоторые говорят, что имеется в виду судьи, некоторые говорят, что это то и другое имеется в виду. Это уже во время Талмуда был диспут в Сан-Хедвине между рабьякивой и раби Шмаэлем. Что имеет в виду этот стих? Вопрос. Про трейфу Тора здесь говорит, что брось ее собаке. Про Невейла в другом месте Тора говорит, можешь продать это не еврею. Вопрос, почему здесь не сказано, продай не еврея, говорится, брось собаке трейфу. Здесь разные объяснения, но мне понравилось интересное объяснение раба Якова Каменецкого. Он говорит, что слово трейфа здесь включает еще ситуацию, то, что называем эвер-минахай, то есть часть живого животного. Это не еврея на самом деле нельзя есть, это одна из мецлодных ноха. И слово трейфа значит что-то разорванное, поэтому может, например, вог подойти, оторвать кусок мяса от барашка. Это нельзя есть не еврею. Поэтому, говорится, брось собаке. Последний вопрос, более сложный, я хочу вам задать. Здесь описывается в нашей главе про человека, который занял у другого животное, например, или какую-то вещь, можно машину занять, например. Он еще не платит, он занял за бесплатно, взял. Так вот он тогда берет полную ответственность за эту вещь, или за это животное, потому что фактически ему человек сделал добро, дал ему за бесплатно использовать какую-то вещь или животное. Поэтому тот, кто взял, он берет на себя всю ответственность. Потому что это животное, например, умрет, он должен теперь платить. Может быть, оно бы не умерло, например, находясь на территории хозяина, или во всяком случае, как бы, так как он получает такой большой хана, такое большое удовольствие, что он ничего не платит и имеет чужое. То поэтому он берет такую большую ответственность тоже, что в любой ситуации он платит. Но есть два исключения. Две ситуации, когда он не платит. Какие? И почему? Ответ, что, во-первых, если это животное умерло во время работы, или, скажем, машину он занял и вел ее нормально, ничего не изменял, как обычно водят машины, и машина сломалась, то он не платит. Почему? Потому что ему для этого дали эту машину, или это животное, или эту вещь для работы. Называется мейтами хмат малахат, он будет называть. Если умерло во время, из-за работы, то платить не нужно тому, кто шоэль, тому, кто занял. Второй вариант, это то, что здесь трогает балавы мо. Хозяин с ним. Допустим, я нанял вас тоже, или вы мне за бесплатно что-то делаете. Тоже просто так не бывает бесплатно обычно. За то, что, может быть, я вам что-то сделал, вы как-то расплачиваетесь этим, да, хотите мне тоже сделать приятное. В всяком случае, если вы на меня работаете, или что-то для меня делаете, то тогда и животное, которое я вас взял, я не несу ответственности. Простой смысл, как пишут комментаторы, что обычно тогда вы должны следить за своим животным. Если я вас вместе с животным занял, или сначала занял вас, потом животное, то это называется балавы мо, хозяин с ним, и, соответственно, мне платить не нужно, сами следите за своим животным. Это простой смысл. Но, тем не менее, закон более общий. Как часто бывает, что причина на закон не определяет сам закон. Бывает, что причина дана, которая относится в каких-то ситуациях, но не во всех. Но закон, согласно Талмуду, что в любой ситуации, если я вас нанял, например, или вы мне что-то делаете, и после этого, или в тот же момент, я вместе с вами нанял ваше животное, взял ваше животное, забесплатно использовать, то даже если вы не находились там, где находилось животное, даже если вы не делаете совсем другую работу, вы мне, допустим, чините крышу, а я пока что пахал на вашем быке, если теперь что-то случится, я не отвечаю. Все равно концепция балавы мо, согласно нашим мудрецам, относится, что так как вы тоже были заняты вместе с этим животным, то больше я не несу ответственности. Теперь вся ответственность на вас. И на этом заканчивается наш видео. Если вам нравится, пожалуйста, жмите лайк и, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал.